Очень часто изучающие немецкий язык путают такие соединительные слова как все три они переводятся как когда в данном случае мы не задрагиваем когда он переводится как если а мы говорим о тех случаях употребления этих соединительных союзов когда не переводится как когда вен когда бан когда и аль с когда в чем же их разница начнем с когда мы с вами хотим сказать что что-то случилось с нами однажды в прошедшем времени обязательно прошедшее время и обязательно однажды одноразовое действие тогда мы говорим аль с то есть аль с и она у не визитит студентом вайсруклей когда я учился в институте я был очень счастлив университете учились мы один раз для нас неважно насколько долго длится этот период мы могли учиться 15 лет 20 лет это было один раз значит аль с то есть длительность того что с нами происходило в прошедшее время не играет никакой роли для нас важно что это было единоразовое действие обязательно прошедшее время и опять же не играет никакой роли какое из прошедших времен вы выбираете никакой роли не играть главное что она прошедшее время когда вы употребляете такой союз как пан тогда вы на этот союз делать очень сильно ударение и вы говорите их весны генал ван и она хаос ком вы сделали ударение вы сказали когда же он придет домой сравните пожалуйста два предложения когда он придет домой мы не знаем когда он это скажет мы не знаем мы не знаем когда наконец он купит это платье ей сравните пожалуйста два предложения и файс нэх ван и она хаос комд ударение есть а вот если мы говорим в когда нет ударения в на хаос комд бедная анти тринкен когда он придет домой тогда мы выпьем чашечку чая то есть здесь было не ударный потому что мы сказали когда он домой придет то мы выпьем чашечку чая еще раз сравните пожалуйста когда бы когда пан ударный когда он домой придет да не знаем мы то есть ударение было на слове ванн в этом случае мы ставим ванн во всех остальных случаях мы употребляем такой союз как ванн во всех остальных прошедшее время много раз в не ударный когда в будущее время один раз венн еще раз давайте все это обобщим ас мы употребляем в том случае когда действие одноразовое в прошедшем времени ванн мы употребляем когда мы сделали на него ударение и венн мы употребляем в остальных других случаях отлично также обратите внимание что порядок слов будет обратный то есть глагол который должен был стоять на втором месте уезжать на последнее не изменяя ни одной из своих функций еще раз ас и она университет студент х.б. х.б. запятая во их люблю теперь вы не путаете три соединительных союза ас венн и ванн под этим видео будет небольшой пример на перевод будет желание переведите а мы пойдем дальше